Он должен говорить жене комплименты, он должен дарить ей цветы, он должен заботиться, потому что это не само собой разумеющиеся вещи. Мужчина не говорит комплименты, как будто ему трудно. А это ему трудно. Я хочу вас спросить, вот вы готовить, просто еду готовить, учились или вы родились с этим состоянием? Вы учились, то есть вас обучали на уроках трудов, вы смотрели какие-то рецепты, готовили, пробовали, в какое-то время не получалось, а потом получалось, совершенствовали, правильно? Правильно? Я хочу вас спросить, а почему вы думаете, что комплименты это встроенное, то есть умение делать комплименты это встроенное свойство у мужчины? Ну вот как бы каждый мужчина рождается, он такой, я откуда-то у него, знаете, он книг не читал про мушкетеров, его никто не учил делать комплименты, он не знает даже, что женщинам нужны комплименты. У меня есть курс Академии отношений, я объясняю там мужскую психологию. Нам, мужчинам, комплименты не важны, мы комплименты не верим. Ну то есть, если говорить мужские комплименты, там есть специальный, определенным образом нужно говорить мужчине комплименты не так, как женщине. Женщине скажешь, ты красивая, все, достаточно. Если мужчине скажет, ты красивый, он скажет, ты что, издеваешься над мной, что ли? Во-первых, он не верит без доказательств, потому что женщине скажешь, ты самая лучшая женщина на свете, ей не нужно никаких доказательств, она это верит. Если мужчине скажешь, ты самый сильный на свете, он не поверит никогда, он скажет, с чего ты решил, ты что, я отжимаюсь два раза, еле-еле. Так не работает для мужчин. Второе, если женщины ждут и просят комплименты, то мужчины не ждут, они не ждут, что мир будет им хлопать. Нет. Поэтому мы поступаем так, как считаем хорошим для себя. Мужчины не ждут комплиментов, поэтому женщинам, они думают, что женщины тоже не ждут комплиментов. Вот и все. Поэтому мужчины не говорят комплименты. Они не знают об этом, их не учили. А если их не учили, не знают, то простите. Вы скажете, ну почему это, почему мы, женщины, должны учиться готовить, а они, мужчины, не должны учиться говорить комплименты. Я тоже так считаю. Правильно? Мужчины должны учиться комплименты. Ну так вы же их принимаете без комплиментов. Мужчина такой говорит, ты готовить умеешь? Вы говорите, нет, свободно. Правильно? Мужчины же так поступают. Нет. Они говорят, ты готовить умеешь? Посмотрел, похлебал, какую-то бурду, баланду какую-то теремную приготовили. Он похлебал, подумал так, нахера мне с такой бабой жить? Если она даже суп не мует, мне и говорит, пока, до свидания. Он даже пока не скажет просто. Слиняет и все, и все, ушел. Он не принимает вас, как женщину, которая не умеет готовить. Правильно? Я не утверждаю, что каждая женщина должна готовить. Нет, я не про это. Просто пример. Но вы же, если мужчина не говорит комплименты, принимаете его. Вы же что? Рассчитываете, что он изменится. Есть правило. Каждый мужчина, когда выбирает женщину, думает, что она не изменится. Вот он выбирает ее в 24 года, у нее фигура, лицо красивое. Вот он думает, что она до 40 лет не изменится. И поэтому он с трудом воспринимает беременность. Как-то растолстела, изменила. Каждая женщина, выбирая мужчину, думает, что он изменится. Она берет лейтенанта, но хочет, чтобы он стал генералом. Берет алкоголика, но хочет, чтобы он стал миллионером. А мужчина говорит, что ты меня меняешь? Я не хочу меняться. Поэтому вот это разный абсолютно подход. Каждый мужчина, выбирая женщину, надеется, что она не изменится. Каждый мужчина, выбирая женщину, каждая женщина, выбирая мужчину, рассчитывает, что он изменится. И вот эта ваша чебурашность в этом проявляется. Вы, с одной стороны, хотите, чтобы мужчины были как за каменной стеной, чтобы он был твердый, как скала, чтобы на него опереться. Милые мои, скалы не меняются, если что. Весь смысл твердости и стабильности заключается в том, что перемены происходят там очень сложно. Поэтому рассчитывать, что скала будет сегодня такая, как тесто такое, знаете, вот так сегодня, сегодня так. Вот ты сделал так, раз, оперся на него. Так не бывает, милые мои. Скалы не меняются. Поэтому мужчин изменить очень тяжело. Поэтому сразу подбирайте мужчину, который подходит вам. Если вам нужны комплименты, подбирайте мужчин, которые говорят комплименты, которые умеют это говорить. Либо заставляйте его, он ухаживает за вас. Люблю, не могу, хочу. Давай переспим. Обычно мужчина, когда ухаживает, цветочки дарит, он все время хочет вас в постель пригласить. В постель. В кино сначала, а потом в постель. В театр, а потом в постель. В ресторан, а потом в постель. То есть, у него как бы цель одна. Для него любовь это секс, собственно. Это нормально для мужчины. Но вы ему говорите, ресторан комплименты, потом в постели. Цветы комплименты, потом в постели. То есть, он привыкает. И вы говорите, нет комплиментов, нет постели. Понимаете, все просто как в 12 стульях. Монтер Мечников. Это должно быть, перечитайте эту часть, этого бессмертного романа. Каждой женщине нужно понять. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Утром стулья, вечером деньги. И так далее. Остап Бендер говорит, а можно вечером деньги, вечером стулья, а утром деньги? И монтер Мечников говорит, можно. Но деньги вперед. Поэтому. Он говорит, давай мы с тобой сексом займемся. Можно сначала я секс, а потом я тебе буду комплименты говорить. Женщины же верят. Говорят, давай мы сначала с тобой переспим, а потом я тебе буду давать цветы, приводить в ресторан, комплимент. Только давай сначала переспим. Можно сначала переспать? И вы говорите, можно. Но комплименты, рестораны и букеты, вперед. Вот и все. Это называется манипуляция. Это называется соглашение. Это называется сотрудничество. Вы манипуляцией называете все, что касается личных границ. Это означает, что у вас личной границы вообще нет. То есть, у вас ориентиры вообще потеряны. Например, вы манипуляцией называете любой момент, связанный с покупкой. То есть, вот приходите вы в магазин, и вам продавец говорит, вы говорите ему, я хочу это платье. И продавец говорит, заплатите сначала. Он говорит, манипуляция! 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 Вы не имеете права требовать от меня деньги. Я же хочу это платье. Нет. Это нормально. Мы постоянно обмениваемся. Если мужчина хочет это получить, а женщина говорит, если ты хочешь это получить, сначала докажи. Сначала докажи, что ты этого достоин. Если ты хочешь меня, такую классную, красивую женщину получить, то по дешевке меня не получить нельзя. Ты мне, я тебе. Вы должны понимать, что отношения это как бизнес. Пускай у вас вот это не будет. Вот эта дурацкая там любовь, там бескорыстная. Не бывает такого. Бывает только одна бескорыстная любовь. Это ребенка к матери, матери к ребенку. Она построена на окситоцине. Все остальное это бизнес, это отношения по поводу материальных ценностей. А любовь это отношения по поводу нематериальных ценностей. Таких вещей, как верность, ответственность, забота. Вы все время это делаете. Давайте, вы скажете, я с другом, у меня подружка есть. У нас нематериальный, у нас не бизнес. Давайте проверим. Давайте проверим. Подружка вас попросила посидеть с ее ребенком. Это ж подружка, вы посидите. Подружка попросила вас занять пять тысяч. Вы занимаете. Подружка попросила вас помочь ей убраться в квартире. Помогаете. После этого вы попросили подружку посидеть с ее ребенком. Она говорит, я не могу. После этого вы попросили подружку занять пять тысяч. Она говорит, у меня сейчас нет денег. Извини, не могу. После этого вы попросили подружку помочь вам в чем-то там убраться в квартире. Она говорит, я не могу, то есть вы ей помогли, она вам не помогла. Вопрос для честных, для умных и честных. Вопрос, это будет по-прежнему вашей подружкой или нет? Смотрите, как интересно. Напишите, будет она подруга или нет, просто будет или не будет. Смотрите, как интересно, это только три момента. А если четыре, пять, через некоторое время вы понимаете, что эта подружка просто пользуется, она не совсем не подруга. Что всегда есть дашь на дашь. Что если я что-то даю, мне должны это возвращать. И если мне это не возвращает, значит меня используют. Смотрите, как интересно получается. А вы говорите, нет, у нас любовь, это бескорыстные отношения. Нет, ни хера себе. Мы все считаем. У нас все ходы записаны. Мы все помним, что мы делали другу. И мы помним, что делал он. И мы считаем. То же самое в отношениях с мужчиной. Поэтому, если вы для мужчины все делаете, а он вам в ответ ничего, то через некоторое время ваша любовь пройдет. Поэтому, мужчина должен секс заслужить. Это, если вы чебурашка, которая считает, что секс нужно, это мужчины думают, мне секс нужно видавать бесплатно. Потому что, ну, это такая вещь, которая, как вода, нельзя к ней ограничивать. Старик, ты даже воду покупаешь, если что. Ну, если ты хочешь воду бесплатно, ну, иди на речку там, там грязная какая-то течет, или там родники. Иди, набирай, пожалуйста, без проблем. Ты даже воду покупаешь. А секс – это такая ценная вещь в мужском мире. Ты что, ее хочешь бесплатно, что ли, получать? Ну, поздравляю тебя, дружище. Ты еще не вырос, наверное, даже из возраста семи лет. Вообще, секс мужчина должен заслуживать даже в браке. И если что, мужчина секс заслуживает даже в браке. Он должен говорить жене комплименты. Он должен дарить ей цветы. Он должен заботиться. Потому что секс – это не собой-собой разумеющаяся вещь. Вот это вещь, которую женщине нужно вытравить из своей головы. Вы думаете, что в отношениях с мужчиной вы должны секс. И он вас уверяет – это супружеский долг. Нет, этот супружеский долг был в средние века. Если что. Ну, то есть, знаете, такая интересная вещь, что супружеский долг – это типа как бы должна все время женщина. А супружеский долг с мужчиной, он такой – какие долги. Все долги прощают. Я вообще. Я никому ничего не должен. Вот так. Нет, милые, вы должны понимать. Каждый секс мужчина должен заслужить. В отношениях, в браке, все. И если вы построите свои отношения так, что мужчина думает, а заслужил ли я этот секс, тогда мужчина будет ценить и заботиться. До тех пор, пока вы думаете, что секс – это вещь, которую вы обязаны давать, вы будете постоянно чебурашками и будете постоянно дешевками. Вы должны понимать, что в мужском мире секс – это самая дорогая и ценная вещь. Ради этого покупаются дорогие машины. Ради чего покупаются вот эти ламборджинии? Вот эти вот, делаются вот эти вот прически дорогие. Покупаются золотые часы. Для чего? Чтобы впечатлить женщину на секс. Понимаете? Мы как бы покупаем вас надежды. Смотри, у меня какие дорогие часы Rolex. Если ты будешь со мной, ты будешь тоже в золоте купаться, давай секс. Не, не, так не работает. Вы должны сказать, так не работает. Сначала подарки. Сначала ты должен заслужить мое доверие. И не значит продаваться. Нет. Заслужить мое доверие. Ты должен действительно показать, что отношения со мной для тебя дороги. И для тебя они настолько дороги, что ты должен готов заплатить в виде цветов. Заплатить в виде ресторана. Заплатить в виде подарка. Заплатить в виде усилий по комплименту. Заплатить в виде чашечки кофе утром. Заплатить. Нужно платить. Я как-то хотел все. Думал, что в этом мире все бесплатно, что ли. Поздравляю тебя, старина. Ты че? Просыпайся, Вася. В этом мире ничего бесплатного нет. И вы должны это усвоить в своей голове. Женской, милой, очаровательной головушке. Что если вы даете все бесплатно, значит вы дешевка. Потому что бесплатно дают только дешевые вещи, ничего не стоящие. Понимаете? Если вы будете себя продавать по дешевке, то вас и будут считать дешевкой. А дешевка не ценится. Дешевка выкидывается. Вот так. Кто поднял, ставьте плюсики. Продолжение следует... Продолжение следует...